Начало стройки еще было. Дороги вот этой не было, которая сейчас здесь есть, а по старой дороге ездили. И весенний паводок размыло мост у водозабора через Тюсь. Мы так подъехали вахтовой машиной, по старому плотине водозабора перешли и пешочком сюда. Мне интересно то, что мы сюда шли где-то на стройку часа полтора, бывает час двадцать, а когда домой идем, то за час управлялись. Вот так было. Я отработал на экскаваторе 30 лет. Сейчас, конечно, сказывается это все. Тяжело зимой, все наше. Грязь наша, мороз наш. Пыль, грязь, все это наше. Шофер сломался его раз на буксире в гараж, а мы все под экскаватором делали своими руками, голыми руками, особенно зимой. А зимой придешь завести его, мороз за 30, а бывает под 40. Он белый стоит, весь в кузовине, в гимне. А его надо завести, чтобы он заработал. Это все приходилось нам пережить. Такие у нас были моменты. Мы шли вслед за Юрием Ивановичем, за ПМК. Он копает землю, а с минус шести начинаем мы. С минус шести до нуля. Здесь бетон, монолитный, железобетон, гидроспестор. Бил сваи под фундаменты колонн. Мы бетонили ростверки, в каждом ростверке 260 кубов. В машзале бетонили фундаменты под турбину. Там в ней 2700 кубометров было. Мы их забетонили, бетонили их в течение трех суток, в три смены, без перекура, без перерыва. Ну, был один печальный случай. Это когда бетонили мы один ростверк, я сейчас не знаю, ось, конечно. Конечно, металлическая опалубка была, все сделали, вроде закрепили. И где-то кубометров 60-70 уложили. Ну и опалубку лопнули, все же. Бетон ушел оттуда, видно. Пришлось старый бетон немножко убирать, быстро опять сваривать опалубку и второй раз. Конечно, жалко, и время ушло. И мы сказали, надо сделать. Значит, надо, остаются с первой смены во вторую. Со второй, если попросишь, в третью останутся. Ну, надо сделать. Значит, надо, мы делали. Музыка 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 Рабочий день, как правило, у нас начинался у руководителя. Они все в 7 часов утра обычно встречались на базе. Потом где-то дневные планерки были. Запоминаются планерки штаб ежедневный. Был в 6 вечера здесь на стройке. И в 8 вечера ездили на жилье. В 8 вечера был штаб на жилье. Рабочий день, как правило, заканчивался в 9-10 вечера. Я расскажу один случай, который произошел с нашими водителями. Вот по работе на ЛК. Они еще в ночную смену возили грунт. И в течение месяца, значит, ну, как стадо кабанов, будем так говорить, молодой выводок, в течение месяца постоянно им попадался на встречу. То есть о чем говорили? Люди работали, здесь, в общем-то, дикие животные буквально находились рядом. Но самое интересное, что в то время был уважаемый транспорт, это вездеходы. Вот сейчас, допустим, ЗИЛ-157 такая марка автомобиля вездехода. Ну, никто не признает и не хочет даже ее садиться. А в то время это незаменимый был транспорт. То есть движения, в общем-то, практически дорог абсолютно здесь не было. То есть все, в общем, строилось, вот там ПМК, АТК, первые проходцы были, а потом дальше строители. Строительство жилья, конечно, велось круглые сутки. Монтаж домов, детских садов, школ, соцкульбита. Заканчивается одна станция, энергостроители приезжают на другую строить тоже электростанцию. И был такой эпизод, когда мы еще в управлении находились на Пионерной. Утром приезжаю на работу, где-то около семьи. У управления сидит в семье на чемоданах и узлах. Значит, муж, жена и где-то трое, двое или трое детей. Я поинтересовался, говорю, куда, что, откуда. С Рептинской грязи приехали. Рабочие, рабочие. Один муж плотник, бетонщик, жена отделочница. Говорит, там работы закончились, приехали здесь. Ну, вызов был или с кем-то переписались. Нет, мы знаем, что здесь сидит стройка, приехали. Как где жить, что, ну, что как-нибудь это переустроится, как мы перебьемся. И таких случаев было очень много. Когда люди приезжали в надежде, что все равно все их бытовые вопросы решатся, и они будут работать на строительстве электростанции. Прошло уже, конечно, много времени. И те старые кадры, которые у нас были на сооружении первых энергоблоков, конечно, многие уже на пенсии, многих уже нет. Но надо добрым словом вспомнить и бригаду Сергея Дмитриевича Мальцева, который непосредственно здесь участвовал на сооружении первого, второго, третьего энергоблоков. Это бригаду Богомолова, Богданова из жилстроя, которые всю жизнь занимались строительством жилья, объектов соцкультбыта в городе. Значит, бригада Кашипова, которая участвовала здесь в сооружении тоже всех трех энергоблоков. И сейчас он у нас работает, продолжает работать эта бригада, специалисты своего дела. Конечно, вот на таких людях и держится управление строительства. Слов нет. И те, кто зимой и летом рыли котлованы, и те, кто возводили каркасы зданий, и те, кто в снег и слякоть везли на стройку грузы, все исполняли замысел. Всякая стройка начинается с мечты, а мечта воплощается в реальные чертежи проекта. Проект «Пермский ГРЭС», разработанный «Уралтепом». По сравнению со всеми существующими, наверное, в нашей стране проектными институтами, я считаю, это самая высочайшая квалификация. Большая благодарность группе рабочего проектирования «Уралтепа». Все, какие были неувязки, тут же, во главе с Викторией Павловной, решались вопросами на месте. Я пришла на стройку «Пермский ГРЭС» в 1982 году после пуска серии блоков «Троицкой ГРЭС» в Челябинской области. Значит, работая на «Троицкой ГРЭС», а потом работая на «Пермской ГРЭС», передо мной проходили кадры, инженерные кадры, рабочие кадры всех специальностей, начиная от землекопов, вот уважаемого Ивановича, и кончая специалистами по монтажу турбин и котлов. Значит, меня всегда поражала квалификация всех работников. И больше всего мне поражало, что вот весь этот коллектив, все эти люди настолько были собраны в единый кулак, и все подчинялись как-то одной цели, что действительно чувствовалась большая семья, такая дружная семья. Люди не считались ни со временем, ни со своим здоровьем, значит, выполняя порученные работы. Значит, есть срок, есть задание, и это было закон, все было подчинено. Значит, несколько раз Максим Ивановича, по-моему, просто выгоняли с работы, чтобы он немножко подлечил свое здоровье. Буквально выгоняли с работы. Главная задача была, чтобы обеспечить инженерное обеспечение. Это значит, чтобы вода в городе была в нормальном состоянии для станции, для города. Очистные сооружения, чтобы обеспечили прием хосфекальных стоков из промплощадки, из города. Чтобы энергоснабжение было на уровне, и, соответственно, связи, сопутствующие с этими инженерными обеспечениями. И вот у нас город, где-то было 17 или 18 тысяч человек, а затем количество населения здесь возросло до 36 тысяч человек. По сути дела, они построили здесь новый город, оставив нетронутой заповедную старую часть Добрянки. С реки город смотрится особенно красиво. Он словно вышел из леса, высокий, стройный, светлый, и смотрит окнами домов прямо на грез. Пуск первого энергоблока произошел в 1986 году. А свою задачу главную, я вам уже говорил, что мы видели максимальное строительство жилья для строительно-монтажных кадров и, соответственно, вот обеспечение инженерное города и станции. Так вот, сегодня можем сказать так. Если станция построена наполовину с заделом четвертого блока, то есть введено три энергоблока по 800 мегаватт, и четвертый в заделе, то город, то, что предусматривалось с метно-финансовым расчетом по этой станции, все жилье построено на все шесть энергоблоков. Все школы, которые предусматривались, построены в полном объеме на все шесть энергоблоков. Детские сады, которые предусматривались в светло-финансовом расчете, построены в полном объеме. И все инженерное обеспечение, которое призвано обеспечить год, оно построено. Монументальная Пермская Гресс, водозабор и очистные сооружения имеют не только наземную, но и сложную подводную гидротехническую систему. И только сами строители знают, какого напряженного труда потребовала подводная часть. Пришлось достать с одной реки тысячи кубометров земли, установить тонны арматуры, залить тонны кубометров бетона, проложить километры коммуникаций, чтобы эти сооружения были надежными и долго служили людям. В этом городе очень уютно и очень комфортно. Ведь люди строили его для себя, зная, что им здесь еще жить и работать, а их детям учиться в просторных светлых школах, а их малышам – расти в этих детских садах и гулять с мамами по этим улицам. Добрянка – город строителей Пермской Гресс построен с перспективой, с размахом, со взглядом в будущее. Валентина Николаевна Шушунова, значит, прибыла молодым специалистом после окончания Троицкого энергостроительного техникума. Пришла на участок к Евгению Алексеевичу Еремину, работала мастером, прорабом. За это время приобрела двоих детей. Вообще, труд строителей, я считаю, это самый тяжелый труд, это самая тяжелая профессия. Потому что людям приходится работать на улице и зимой, и в жару, и в холод, и в мороз. Я запомнилась мне, значит, на пионерной базе, когда мы строили фундамент, монолитную плиту под бетонный узел. Там очень много было анкеров, холод, и, значит, с нивелиром рабочие выставляют под отметку, размечают с рулеткой это все. Потом бетонируют. Тяжелый труд строителей, я считаю, что очень тяжелый. Но люди были, как уже сказал Евгений Алексеевич, в общем-то ответственные. Выполняли любую работу. Работать было с людьми, но мне отлично работать было очень легко. Строители Добрянской ГРЭС шагнули за пределы города. Они выполняют заказы в Сибири, ведут работы по реконструкции Чусовского металлургического завода. И это хорошо. Это новые рабочие места, новые мощности, которые осваиваются строителями. Район наш, Добрянский, ведь есть деревни, куда не было еще дорог. И летом туда можно было попасть только водным путем. Значит, мы построили дорогу на Нижний Луг, которая сейчас связала ее с районным центром. Наш коллектив начал строительство, реконструкции, капитальный ремонт электростанции Пермэнерго. Значит, мы занимаемся строительством сейчас Кизиловской ГРЭС, это Первенец, Горро, и Широковской ГРЭС, и Яйвинской ГРЭС, и электростанции в Перми. Это ТЭЦ-9. А помимо всего прочего, начато строительство новых двух электростанций. Это Новоберезняковский ТЭЦ в городе Березняки и ТЭЦ-6 в городе Перми. Но этого было для нашего коллектива недостаточно, хотя он, конечно, уменьшился значительно. С шести с половиной тысяч он остался две тысячи человек. Но для нас этого мало было. Мы работали с предприятиями Метафракса в городе Губахе. Мы работали с Содой в городе Березняки. Сейчас мы работаем с нефтяниками, где вместе с нефтяниками осваиваем каменнолоски, реконструкции. Там и новое месторождение. И под Березняками это Сибирь и Унивенское месторождение. Вот там мы сейчас работаем, наши коллективы, работают. Сегодня строители живут в преддверии своего юбилея. В марте 2000 года их коллективу исполнится четверть века. И этот грядущий юбилей, и День строителей в Добрянке намерены отмечать широко еще и потому, что строительство и сегодня является приоритетным направлением в развитии города. Об этом рассказал нам мэр Добрянки Игорь Евгеньевич Лещев. Но давайте послушаем, что говорят о Лещеве сами строители. Лещев, наш воспитанник, он начинал у нас работать на водозаборе, придя сюда на стройку, молодым специалистом. Затем ушел в армию. Вернувшись из армии, он был назначен руководителем участка на главном корпусе, как раз на возведении первого энергоблока и прошел хорошую школу пуска первого блока по 800 мегаватт. Когда здесь было 6,5 тысяч человек, и он организовал работу, соответственно, нашего подразделения, которое давало фронт работ для тепломонтажников по монтажу турбины, котла, спецмонтажу по монтажу главного корпуса, электрикам и всем прочим. Поэтому это наш выходец. Школа строителя, она как раз воспитывает в человеке и твердость духа, и, соответственно, кругозор. И еще уже, помимо всего прочего, потом у нас работал еще МЖК. Мы вынуждены были его отпустить с руководителя участка на организацию МЖК. И как раз у нас, в городе Добрянке, молодежный жилой комплекс был организован. И вот мы строили, молодежь у нас каким-то образом улучшала свои жилищные условия за счет этого. За окнами август. Дни становятся короче, жаркое лето идет на убыль. Но для строителей все это не имеет значения. В любое время года, в дождь и снег, зимой и летом поднимают они над лесом этажи новых корпусов. Мы за счет своих средств продолжаем строить жилье. Уже готовое жилье, на готовое жилье есть желающие, есть покупатели. И продаем жилье, за счет этого обеспечиваем себе работу. И не только жилье, и не только крупнопанельные дома. Вот рынок мы построили, тоже самое, за счет своих средств. Разрабатывали документацию на большой микрорайон, вот в районе станции Пальники, на 20 тысяч жителей. Сейчас решаем с областной администрацией сети. А желающие построить, мы приглашаем их принять участие в этом строительстве. И в спокойной, экологической, чистом месте построить себе дом. Растет, хорошает Добрянка. И в этом огромная заслуга всех бетонщиков и монтажников, маляров и сантехников, экскаваторщиков и водителей, сварщиков и отделочников. Всех. Всех от рядового до начальника управления. Город говорит вам спасибо и поздравляет с праздником. Уважаемые строители, монтажники и проектировщики, участвующие в сооружении Пемска-Гресс и нашего города, красавца города Добрянки. 25 лет прошло с того времени, когда мы впервые с вами высадились десантом на этой прекрасной земле. Сделано много. Пущено три энергоблока, построены жилые дома 425 тысяч квадратных метров, водозаборные сооружения, очистные сооружения. Разрешите поздравить вас всех с 25-летием стройки, с наступающим днем строителя, пожелать вам о вашем лице, вашим родным и близким счастья в жизни, успехов в труде, самое главное, крепкого здоровья на долгие-долгие годы и всего вам самого доброго. Мне бы очень хотелось, чтобы коллектив строителей еще раз пережил тот единый подъем, в котором они сумели построить этот прекрасный город, эту большую и величайшую станцию. Желаю, чтобы труд строителя был востребован, оценен по достоинству. Всем семьям счастья, здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok